ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО В некотором царстве, в некотором государстве жил да был старик со старухой и был у них сын Мартинка. Всю жизнь свою занимался старик охотой, бил зверя и птицу, тему сам кормился, и семью кормил. Пришло время-заболел старик помер. Остался Мартинка с матерью, потужили-поплакали, да делать-то нечего, мертвого назад не воротишь. Пожили с неделю и приели весь хлеб, что в запасе был. 1Видит старуха, что больше есть нечего, надо за денежки приниматься, а старик-то оставил им двести рублей. 2Больно не хотелось ей начинать кубышку, однако сколько не крепилось, а начинать нужно-не с гладу же умирать. 1Очитала сто рублей и говорит сыну,-ну, Мартинка, вот тебе сто цилковников, пойди попроси у соседей лошадь, поезжай в город да закупи хлеба. 9А вось как-нибудь зиму промаячим, а весной станем работу искать. 4Мартинка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. 1Едет он мимо мясных лавок-шум, брань, толпа народу. 5Что такое? 9А то мясники изловили охотничью собаку, привязали к столбу и бьют ее палками-собака рвется, визжит, огрызается. 9Мартинка подбежал к тем мясникам и спрашивает,-братцы, за что вы бедного пса так бьете немилостиво? 5-Да как его, проклятого, не бить,- отвечают мясники,-когда он целую тушу говядины испортил. 5-Полно, братцы. 9Не бейте его, лучше продайте мне. 9-Пожалуй, купи,- говорит один мужик шутя. 5-Давай сто рублей. 1Мартинка вытащил из-за пазухи сотню, отдал мясникам, а собаку отвязал и взял с собой. 5Пес начал к нему ласкаться, хвостом так вертит, понимает, значит, кто его от смерти спас. 8Вот приезжает Мартинка домой, мать-точас стала спрашивать,- что купил, сынок? 9-Купил себе первое счастье. 5- Что ты завираешься? 9Какое там счастье! 5-А вот он, Журка! 5-И показывает ей собаку. 5-А больше ничего не купил. 5-Коли б деньги остались, может, и купил бы, только вся сотня за собаку пошла. 9Старуха заругалась. 9-Нам,- говорит,- самим есть нечего, нынче последней по скребушке по закромам собрала до лепешку из пекла, а завтра и того не будет. 9На другой день вытащила старуха еще сто рублей, отдает Мартынке и наказывает,- на, сынок. 9Поезжай в город, купи хлеба, а за даром денег не бросай. 9Приехал Мартинка в город, стал ходить по улицам да присматриваться, и попался ему на глаза злой мальчишка, поймал кота, 9зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку. 9- Постой! 5- Закричал Мартынка. 5- Куда васку тащишь? 5- Хочу его топить, проклятого! 5- За какую провинность? 5- Со стола пирог стянул. 5- Не топи его, лучше продай мне. 5- Пожалуй, купи. 9Давай сто рублей. 9Мартинка не стал долго раздумывать, полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику, а кота посадил в мешок и повез домой. 9- Что купил, сынок? 9- Спрашивает его старуха. 2- Кота васку. 5- Больше ничего не купил. 5- Коли б деньги остались, может, и купил бы еще что-нибудь. 5- Ах ты дурак этакой! 5- Закричала на него старуха. 5- Ступай же из дому вон, ищи себе хлеба по чужим людям. 9Пошел Мартинка в соседние села искать работу. 9Идет дорога, а следом за ним Журка с ваской бегут. 9Навстречу ему поп,- куда, Свет, идешь? 5- Иду в батраки наниматься. 5- Ступай ко мне. 8Только я работников без ряды беру, кто у меня прослужит три года, того и так не обижу. 9Мартинка согласился и без устали три лета и три зимы на попа работал. 9Пришел срок к расплате, зовет его хозяин,- ну, Мартинка, иди- получай за свою службу. 9Привел его в амбар, показывает два полных мешка и говорит,- какой хочешь, тот убери. 9Смотрит Мартинка- в одном мешке серебро, а в другом песок и задумался. 9- Эта шутка неспроста приготовлена. 9Пусть лучше мои труды пропадут, а уж я попытаю, возьму песок- что из того будет? 9Говорит он хозяину,- и я, батюшка, выбираю себе мешок с мелким песочком. 0- Ну, Свет, твоя добрая воля. 2Бери, коли серебром брезгуешь. 9Мартинка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. 9Шел, шел и забрел в темный, дремучий лес. 9Среди леса поляна, на поляне огонь горит, а в огне девица сидит, да такая красавица, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. 9Говорит красная девица,- Мартин, вдовиин сын. 8Если хочешь добыть себе счастье, избавь меня, засыпи это пламя песком, за который ты три года служил. 9- И впрямь,- подумал Мартинка,- чем таскать с собой этакую тяжесть, лучше человеку пособить. 9Невелико богатство-то песок, этого добра везде много. 9Снял мешок, развязал и давай сыпать. 1Огонь тотчас погас, красная девица ударилась о земь, обернулась змею, вскочила доброму молодцу на грудь и обвилась кольцом вокруг его шеи. 9Мартинка-то испугался. 9- Не бойся. 9- Сказала ему змея. 9- Иди теперь затридевять земель, в тридесятое государство, в подземное царство, там мой батюшка царствует. 9Как придешь к нему на двор, будет он давать тебе много злата, и серебра, и самоцветных камней- ты ничего не бери, 9опроси у него с мизинного перста колечко. 9То кольцо непростое, если перекинуть его с руки на руку- тотчас двенадцать молодцов явятся, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают. 9Отправился добрый молодец в путь дорогу. 9Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли- подходит к тридесятому царству и видит огромный камень. 9Тут соскочила с его шеи змея, ударилась о сырую землю и сделалась по-прежнему красной девицей. 9- Ступай за мной! 5- Говорит красная девица и повела его под тот камень. 9Долго и шли они подземным ходом, вдруг забрежжил свет- все светлей да светлей, и вышли они на широкое поле, под ясное небо. 9На том поле великолепный дворец выстроен, а во дворце живет отец красной девицы, царь той подземной стороны. 9Входят путники в палату белокаменные, встречает их царь ласково. 9- Здравствуй,- говорит,- дочь моя милая! 9Где ты столько лет скрывалась? 9- Свет ты мой батюшка! 9Я бы совсем пропала, если бы не этот человек, он меня от злой, неминуемой смерти освободил и сюда, в родные места, привел. 9- Спасибо тебе, добрый! молодец! 9- Сказал царь. 9- За твою добродетель наградить тебя надобно. 9Бери тебе и злато, и серебра, и камней самоцветных сколько твоей душе хочется! 8Отвечает ему Мартын, вдови ин сын, тире ваше царское величество. 9Не требуется мне ни злато, ни серебра, ни камней самоцветных. 9Коли хочешь жаловать, дай мне колечко со своей царской ручки-с мизинного перста. 9Я человек холостой, стану на колечко почаще посматривать, стану про невесту раздумывать, тем свою скуку разгонять. 9Царь тотчас снял кольцо, отдал Мартыну, тире на, владей на здоровье. 9Да смотри тире никому про кольцо не рассказывай, не то сам себя в большую беду втянешь. 9Мартын, вдови ин сын, поблагодарил царя, взял кольцо да малую толику денег на дорогу и пустился обратно тем же путем, каким прежде шел. 9Близко ли, далеко ли, коротко ли тире воротился на родину, разыскал свою мать-старуху, и стали они вместе жить-поживать без всякой нужды и печали. 9Захотелось Мартынке жениться, пристал он к матери, посылает ее свахую. 9Тире ступай, тире говорит, тире к самому королю, высвотай за меня прекрасную королевну. 9Тире эй, сынок, тире отвечает старуха, тире рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло. 9А то вишь что выдумал. 9Но зачем я королю пойду? 9Известное дело, он осердится и меня и тебе велит казни предать. 9Тире ничего, матушка. 9Небось, коли я посылаю, значит, смело иди. 9Какой будет ответ от короля, про то мне скажи, а без ответу и домой не возвращайся. 9Собралась старуха и поплелась в королевский дворец. 9Пришла на двор и прямо на парадную лестницу, так и прет без всякого докладу. 9Ухватили ее часовые, тире стой, старая ведьма. 9Куда тебя черти несут? 9Здесь даже генералы не смеют ходить без докладу. 9Тире ах вы такие сякие! 9Тире закричала старуха. 9Тире я пришла к королю с добрым делом, хочу высватать его дочь королевну за моего сынка, а вы хватаете меня за полы. 9Такой шум подняла. 9Король услыхал крики, глянул в окно и велел допустить к себе старушку. 9Вот вошла она в комнату и поклонилась королю. 9Тире что скажешь, старушка? 9Тире спросил король. 9Тире да вот пришла к твоей милости. 9Не во гнев тебе сказать, есть у меня купец, у тебя товар. 9Купец-то тире мой сынок Мартанка, прибольшой умница, а товар тире твоя дочка, прекрасная королевна. 9Не отдашь ли ее замуж за моего Мартанку? 9Та-то пара будет. 9Тире что ты! 9Или с ума сошла! 9Тире закричал на нее король. 9Тире никак нет, ваше королевское величество! 9Извольте ответ дать! 9Король тем же часом собрал к себе всех господ министров, и начали они судить-дорядить, какой бы ответ дать этой старухе. 9И присудили так, пусть де Мартанка за единой сутки построит богатейший дворец, и чтобы от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост, 9а по обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, на тех же деревьях пели бы разные птицы. 9Да еще пусть выстроит пятиглавый собор, было бы где венец принять, было бы где свадьбу справлять. 9Если старухин сын все это сделает, тогда можно за него и королевну отдать, значит, больно мудрен. 9А если не сделает, то и старухе ему срубить за провинность головы. 9С таким-то ответом отпустили старуху. 9Идет она домой-шатается, горючими слезами заливается. 9Увидала Мартанку. 8Кинулась к нему. 9- Ну,- говорит,- сказывал я тебе, сынок, не затевай лишнего, а ты все свое. 9Вот теперь и пропали наши бедные головушки, быть нам завтра казненными. 5- Полно, матушка. 9А вось живы останемся. 9Ложись почивать-утро, кажись, мудренее вечера. 9Ровно в полночь встал Мартан с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку- и тотчас явились перед ним двенадцать молодцев, 7все на одно лицо, волос в волос, голос в голос. 5- Что тебе понадобилось, Мартан, вдовиен сын? 5- А вот что, сделайте мне к свету на этом месте богатейший дворец и чтобы от моего дворца до королевского был хрустальный мост, 5по обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, на тех на деревьях пели бы разные птицы. 5Да еще выстроить и пятиглавый собор, было бы где венец принять, было бы где свадьбу справлять. 5Отвечали двенадцать молодцев,- к завтриму все будет готово. 2Бросились они по разным местам, согнали со всех сторон мастеров и плотников и принялись за работу, все у них спарится, быстро дело делается. 9Наутро проснулся Мартанка не в простой избе, а в знатных, роскошных покоях, вышел на высокое крыльцо, смотрят- все как есть готово, 9и дворец, и собор, и мост хрустальный, и деревья с золотыми и серебряными яблоками. 9В ту пору и король выступил на балкон, глянул в подзорную трубочку и де удался, все по приказу сделано. 5Призывает к себе прекрасную королевну и велит Квенцу снаряжаться. 9- Ну,- говорит,- не думал я, не гадал отдавать тебя замуж за мужичьего сына, да теперь миновать того нельзя. 9Вот, пока королевна умывалась, притиралась, в дорогие уборы рядилась, Мартын, вдовиин сын, вышел на широкий двор и перекинул свое колечко с руки на руку- 9- Вдруг двенадцать молодцев словно из земли выросли- что угодно, что надобно. 9- А вот, братцы, оденьте меня в боярский кафтан да приготовьте расписную коляску и шестерку лошадей. 9- Сейчас будет готова. 9Не успел Мартынка три раза моргнуть, а уж притащили ему кафтан, надел он кафтан- как раз в пору словно по мерке шит. 9Оглянулся- у подъезда коляска стоит, в коляску чудные кони запряжены- одна шерстинка серебряная, а другая золотая. 9Сел он в коляску и поехал в собор. 9Там уже давно к обедню звонят, и народу привалило видимо-невидимо. 1Вслед за женихом приехала и невеста со своими няньками и мамками и король со своими министрами. 9Отстояли обедню, а потом, как следует, взял Мартын, вдовиин сын, прекрасную королевну за руку и принял закон с нею. 9Король дал за дочкой богатое преданное, наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир. 9Живут молодые месяц, и два, и три. 9Мартонка, что ни день все новые дворцы строит да сады разводит. 9Только королевне больно не по сердцу, что выдали ее замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. 9Стала она думать, как бы его со света жить. 9Прикинулась такою лисою, что и на поде. 9Всячески за мужем ухаживает, всячески ему услуживает да все про его мудрость выспрашивает. 9Мартонка крепится, ничего не рассказывает. 9Вот как-то раз был Мартынка у короля в гостях, вернулся домой поздно и лег отдохнуть. 9Тут королевна и пристала к нему, давая его целовать-миловать, ласковыми словами прельща-этаке умаслила, не утерпел Мартынка, 8рассказал ей про свое чудодейное колечко. 9- Ладно,-думает королевна,-теперь я с тобой разделаюсь. 9Только заснул он крепким сном, королевна хватила за руку, сняла с мизинного пальца колечко, вышла на широкий двор и перекинула то кольцо с руки на руку. 9Тотчас явились перед ней двенадцать молодцев,-что угодно, что надобно, прекрасная королевна. 5-Слушайте, ребята! 8Чтоб к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. 9Пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за тридесятое земель, в тридесятое царство, в мышье государство. 5От одного стыда не хочу здесь жить. 9- Рады стараться, все будет исполнено. 9В ту же минуту подхватило ее ветром и унесло в тридесятое царство, в мышье государство. 9Утром проснулся король, вышел на балкон посмотреть в подзорную трубочку- нет ни дворца с хрустальным мостом, ни собора пятиглавого, 9а только стоит старая избушка. 9- Что бы это значило? 0- Думал король. 9- Куда все делось? 9И, не мешкая, посылает своего адъютанта разузнать на месте, что такое случилось. 6Адъютант поскакал верхом и, воротясь назад, докладывает государю, 9- Ваше Величество! 9Где был богатейший дворец, там стоит по-прежнему худая избушка, в той избушке ваш зять со своей матерью поживает, а прекрасной королевны духу нет, 9и неведомо, где она нынче находится. 5Король созвал Большой Совет и велел судить своего зятя, зачем дьявольстил его волшебством и сгубил прекрасную королевну. 8Отсудили Мартанку посадить в высокий каменный столб и не давать ему ни есть, ни пить-пусть умрет с голоду. 9Явились каменщики, вывели столб и замуровали Мартанку наглухо, только малое окошечко для света оставили. 9Сидит он, бедный, в заключении, не ест, не пьет день, и другой, и третий да слезами обливается. 9Узнала про ту напасть собака Журка, прибежала в избушку, а кот Васка на печи лежит, мурлыкает. 9Напустилась на него Журка, тире Ах ты подлец, Васка! 9Только знаешь на печи лежать да подтягиваться, а того не ведаешь, что хозяин наш в каменном столбу заточен. 9Видно, позабыл старое добро, как он сто рублей заплатил да тебя от смерти освободил. 9Кабы не он, давно бы тебя, проклятого, червей сточили. 9Вставай скорей. 1Надо помогать ему всеми силами. 9Вот Васка соскочил с печи и вместе с Журкой побежал разыскивать хозяина. 9Прибежал к столбу, вскарабкался наверх и влез в окошечко, тире здравствуй, хозяин. 9Жив ли ты? 9Тире еле жив, тире отвечает Мартинка. 9Тире совсем отощал без еды, приходится умирать голодной смертью. 9Тире постой, не тужи. 9Мы тебя и накормим и напоим, тире сказал Васка, выпрыгнул в окно и спустился на землю. 9Тире ну, брат Журка, ведь хозяин с голоду умирает. 9Как бы нам охитриться да помощь ему. 4Тире дурак ты, Васка. 9И этого не придумаешь. 9Пойдем-ка по городу. 9Как только встретится булочник с лотком, я живо подкачусь ему под ноги и собью у него лоток с головы. 9Тут ты смотри не плашай. 4Хватай поскорей калачи до булки и тащи к хозяину. 9Вот вышли они на Большую улицу, а навстречу им мужик с лотком. 9Журка бросался ему под ноги, мужик пошатнулся, выронил лоток, рассыпал все хлеба да с испугу пустился бежать в сторону, боязно ему, 9что собака, пожалуй, бешеная-долго ли до беды. 9А кот Васка цап за булку и потащил к Мартынке, отдал ему одну-побежал за другой, отдал другую-побежал за третьей. 9После того задумали кот Васка да собака Журка идти в тридесятое царство, в мышье государства-добывать чудодейное кольцо. 9Дорога дальняя, много времени утечет. 9Натаскали они Мартынке сухарей, калачей, и всякой-всячиной на целый год и говорят-смотри же, хозяин! ешь пей, да оглядывайся, 9чтобы хватило тебе запасов до нашего возвращения. 9Попрощались и отправились в путь-дорогу. 9Близко ли, далеко, скоро ли, коротко-приходят они к Синему морю. 9Говорит Журка коту Васке,-я надеюсь переплыть на ту сторону. 9А ты как думаешь? 9Отвечает Васка,-я плавать не мастак, сейчас потону. 9-Ну садись ко мне на спину. 9Кот Васка сел собаке на спину, уцепился когтями за шерсть, чтобы не свалиться, и поплыли они по морю. 9Перебрались на другую сторону и пришли в тридесятое царство, в мышье государство. 9В этом государстве не видать ни души человеческой, зато столько мышей, что и сосчитать нельзя, куда ни сунься, так стаями и ходит. 9Говорит Журка коту Васке,-Ну-ка, брат, принимайся за охоту, начинай этих мышей душей давить, а я стану загребать да в кучу складывать. 9Васка к той охоте привычен, как пошел расправляться с мышами по-своему, что не цапнет тир эту и дух вон. 9Журка едва поспевает в кучу складывать и в неделю наклал большую скирду. 9На все царство налегла кручина великая. 9Видит мышиный царь, что в народе его недочета оказывается, что много подданных злой смерти предано, вылез из норы и взмолился перед Журка и Васка, 9-обью челом вам, сильно могучие богатыри. 9Жальтесь над моим народишком, не губите до конца. 9Лучше скажите, что вам надобно. 9Что смогу, все для вас сделаю. 9Отвечает ему Журка,-стоит в твоем государстве дворец, в этом дворце живет прекрасная королевна. 9Унесла она у нашего хозяина чудодейное колечко. 8Если ты не добудешь нам того колечка, то и сам пропадешь и царство твое сгинет, все как есть за пустошем. 9- Постойте,- говорит мышиный царь,- я соберу своих подданных и спрошу у них. 9Тотчас собрал он мышей, и больших и малых, и стал выспрашивать, не возьмется ли кто из них пробраться во дворец королевне и достать чудодейное 9кольцо. 5Вызвался один мышонок. 9- Я,- говорит,- в этом дворце часто бываю, днем королевна носит кольцо на мизинном пальце, а на ночь, когда спать ложится, 9кладет его в рот. 9- Ну-ка постарайся добыть его. 9Коле сослужишь эту службу, не поскуплюсь, награжу тебя по-царски. 9Мышонок дождался ночи, пробрался во дворец и залез потихоньку в спальню. 9Смотрит- королевна крепко спит. 9Он вполз на постель, всунул королевне в нос свой хвостик и давая щекотать в ноздрях. 9Она чихнула- кольцо изо рта выскочило и упало на ковер. 9Мышонок прыг с кровати, схватил кольцо в зубы и отнес к своему царю. 9Царь Мышиной отдал кольцо сильно могучим богатырям- коту Васке да собаке Журке. 1Они на том царю благодарствовали и стали друг с дружкой совет держать, кто лучше кольцо сбережет. 9Кот Васка говорит- давай мне, уж я ни за что не потеряю. 9- Ладно,- говорит Журка. 9- Смотри же, береги его пуще своего глаза. 9Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. 9Вот дошли до Синего моря. 9Васка вскочил Журке на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду- и поплыл через море. 9Плывет час, плывет другой. 1Вдруг, откуда ни взялся, прилетел Черный Ворон, пристал к Васке и давай долбить его в голову. 9Бедный кот не знает, что ему и делать, как от врага оборониться. 9Если пустить в дело лапы- чего доброго, опрокинешься в море и на дно пойдешь, если показать ворону зубы- пожаловать. 9Кольцо выронешь. 9Беда, да и только. 9Долго терпел он, да под конец невмоготу стола- продолбил ему ворон буйную голову до крови. 9Озлобился Васка, стал зубами обороняться- и уронил кольцо в Синее море. 9Черный Ворон поднялся вверх и улетел в темные леса. 9А Журка, как скоро выплыл на берег, тотчас про кольцо спросил. 9Васка стоит голову понуривши. 9- Прости,- говорит,- виноват, брат, перед тобою, ведь я кольцо в море уронил. 9Напустился на него Журка,- Ах ты Олух! 9Счастлив ты, что я прежде того не узнал, я бы тебя, Розиню, в море утопил. 9Но с чем мы к хозяину явимся? 9Сейчас полезай в воду, или кольцо добудь, или сам пропадай. 9- Что в том прибыли, коли я пропаду? 9Лучше давай ухитряться, как прежде мышей ловили, так и теперь станем за раками охотиться, а вось, на наше счастье, они нам помогут кольцо найти. 6Журка согласился, стали они ходить по морскому берегу, стали раков ловить да в кучу складывать. 9Большой ворох наклали. 9На ту пору вылез из моря и огромный рак, захотел погулять на чистом воздухе. 9Журка с ваской сейчас его слапали инотормошить во все стороны. 9- Не душите меня, сильно могучие богатыри. 9Я- царь над всеми раками. 0Что прикажете, то и сделаю. 5- Мы уронили кольцо в море, разыщи его и доставь, коли хочешь милости, а без этого твое царство до конца разорим. 9Царь рак в ту же минуту созвал своих подданных и стал про кольцо расспрашивать. 9Вызвался один малый рак. 9- Я,- говорит,- знаю, где оно находится. 9Как только упало кольцо в синее море, тотчас подхватила его рыба белужина и проглотила на моих глазах. 9Тут все раки бросились по морю разыскивать рыбу белужину, зацапали ее, бедную, давая щипать клешнями, уж они гоняли гоняли ее- просто на единый миг покоя не дают. 9Рыба и туда и сюда, вертелась-вертелась и выскочила на берег. 9Царь рак вылез из воды и говорит коту васки да собаке Журке- вот вам, сильно могучие богатыри, рыба белужина, теребите ее немилостиво, 9она ваше кольцо проглотила. 9Журка бросился на белужину и начал ее с хвоста уписывать. 9- Ну,- думает,- досыто теперь наемся. 9А шельмо-кот знает, где скорее кольцо найти, принялся за белужье брюхо и живо на кольцо напал. 9Схватил кольцо в зубы и давай бог ноги- что он есть сила бежать, а на уме такая думка, – прибегу я к хозяину, отдам ему кольцо и похвалюсь, 6что один все устроил. 9Будет меня хозяин и любить и жаловать больше, чем Журку. 9Тем временем Журка наелся досыто, смотрит- где же Васка? 9И догадался, что товарища его себе на уме, хочет неправда у хозяина выслужиться. 5- Так врешь же, Плуд Васка. 8Вот я тебя нагоню, в мелкие куски разорву. 8Побежал Журка в погоню, долго ли, коротко ли- нагоняет он кота Васку и грозит ему бедой неминучию. 8Васка усмотрел в поле березку, вскарабкался на нее и засел на самые верхушки. 9- Ладно, – говорит Журка. 5- Всю жизнь не просидишь на дереве, когда-нибудь и слезть захочешь, а уж я ни шагу отсюда не сделаю. 9Три дня сидел кот Васка на березе, три дня караулил его Журка, глаз не спуская, проголодались оба и согласились на мировую. 9Помирились и отправились вместе к своему хозяину. 9Прибежали к столбу. 8Васка вскочил в окошечко и спрашивает, – жив ли, хозяин? 9- Здравствуй, Васка. 9- Я уж думал, вы не воротитесь. 9Три дня, как без хлеба сажу. 9Кот подал ему чудодейное кольцо. 9Мартанка дождался глухой полночи, перекинул кольцо с руки на руку-точас явились к нему двенадцать молодцев, – что угодно, что надобно. 5- Поставьте, ребята, мой прежний дворец, и мост хрустальный, и собор Пятиглавы и перенесите сюда мою неверную жену. 9Чтобы к утру все было готово. 9Сказано-сделано. 6Поутру проснулся король, вышел на балкон, посмотрел в подзорную трубочку, где избушка стояла, там высокий дворец выстроен, 9от того дворца до королевского хрустальный мост тянется, по обеим сторонам моста растут деревья с золотыми и серебряными яблоками. 9Король приказал заложить коляску и поехал разведать, впрямь ли все стало по-прежнему или только ему это привиделось. 9Мартанка встречает его у ворот. 9- Так и так,- докладывает,- вот что со мной королевна сделала. 9Король присудил ее наказать. 7А Мартанка и теперь живет, хлеб жует.